друзья всем привет на связи александр янюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка сегодня понедельник мы готовимся к новой торговой неделе начнем мы с американского доллара который пока что не поменял ничего мы видим что находится он вблизи своего локального минимума развивается дивергенция фонды покидают свои лонговые позиции хеджеры в основном сокращают свою шортовую позицию и переходят к нет алангам по чуть-чуть до осталось 15 тысяч контрактов посмотрим кто быстрее наберет свою позицию либо фонды сбросят либо хеджеры откупят свой шорт так я считаю что ближайшее время по американскому доллару есть смысл рассчитывать на краткосрочно восходящее движение возможно даже с целями уровень 106 108 до словить вот эту стоповую ликвидность поэтому в ближайшее время буду присматриваться к остановке к реализации рыночного предложения и формирование разворотной структуры для этого мне необходимо увидеть большую продажу на минимумах которые не приведет успеху закрытия дня чуть выше этого объема до желательно на мелких таймфреймах еще дивергенция кумулятивных дельт и тогда буду рассматривать лонг по этому инструменту по другим инструментом в это же время не планирую открывать лонг позиции потому что мало какая валюта сейчас более сильная чем американский доллар евро это тому пример евро достаточно силен в последнее время на ожиданиях ужесточения монетарной политики евро двигается все выше и вот здесь один нюансик уже начал появляться во первых давайте соотчеты посмотрим мы видим что фонды начали сбрасывать свою лонговую позицию по чуть-чуть да то есть они ее накапливали сильно раньше два слова об открытом интересе и посмотрим соты открытый интерес не поменялся он растет постепенно да на растущей цене растет открытый интерес это супер это подтверждает то что тренд настоящий что он еще некоторое время будет длиться пока открытый интерес не падает по сот отчета мы видим что фонды начали накапливать свою лонговую позицию еще в конце сентября в начале октября и до текущего момента они ее практически не сбрасывали но уже вот вблизи хая они начали почуть ее сбрасывать это не говорит нам о том что уже остановка это нам говорит о том что среднесрочные позиции лонговые уже открывать не стоит цели достаточно близко 1.1 1.11 область в которую я рассчитываю что евро все-таки доберется но при первые признаки того что идет остановка текущей тенденции они уже есть во первых фонды начали сбрасывать свою позицию они достаточно серьезный продавец на рынке который может стопорить движение цены дальше вверх по поводу хеджеров здесь они плюс-минус одинаковые позиции набирали и лонги открыли 18 тысяч шестьсот шестьдесят шесть и шертов открыли чуть больше 15 тысяч физики по-прежнему неподотчетные трейдеры накапливают лонговую позицию них уже перекос в два раза вы можете подумать они что-то знают но на самом деле нет они просто двигаются по тенденции и как всегда они в последний момент наберут крупный лонг прям на самом максимуме на этой неделе будут выходить данные по индексу деловой активности в еврозоне ожидается что деловая активность подрастает дальше у нас швейцарский франк который пока что отстает европейской валюты но снова же это создает для нас хорошую возможность поработать на сближение чем выше евро вытолкается вверх тем с большей вероятностью швейцарский франк будет тянуться за европейской валютой то есть тоже пойдет вверх несмотря на то что здесь у нас особых признаков роста нет но арбитражные алгоритмы которые работают на корреляции на статистическом арбитраже они как раз таки и будут подтягивать швейцарский франк повыше поэтому то что нам нужно дождаться для входа к примеру это либо больше чем стандартные отклонения либо появление и чуть тип по швейцарскому франку чтобы мы понимали что алгоритмы уже работают тогда есть смысл заходить на сближение даже если не будет там два-три стандартных отклонения по швейцарскому франку сот отчета здесь практически никакие хеджеры только накопили небольшую лонговую позицию вот и все а так в целом фонды ничего не делали и неподотчетные трейдеры в основном закрывали свои позиции поэтому здесь ничего пока интересного не происходило австралийский доллар определенная слабость мы видим что много продают и это приводит к успеху цену по чуть-чуть опускают как минимум вот с максимума ее достаточно вот с этого момента опустили да то есть продажи привели к успеху открытый интерес по-прежнему не растет на растущем рынке поэтому здесь дальнейшего продолжения восходящей тенденции ждать не стоит на этой неделе также выйдут данные индекса потребительских цен в австралии и в новой зеландии в том числе поэтому там ожидается снижение это может быть небольшим позитивом для австралийского доллара но в целом если это ожидаемо и не будет сюрпризов то особой бурной реакции вверх мы не увидим мы можем констатировать что здесь есть продавец рыночный продавец ближе к отметке 071 у нас появляется появляются рыночные продажи которые как раз и останавливают цену насколько большими будут эти рыночные продажи спрогнозировать невозможно но когда мы видим что цену пододвигают к этой области идет реализация рыночного спроса но потом контратака происходит продавцов контратака происходит только тогда когда у нас по рынку много продают до под закрытие таймфрейм и вот это для нас будет хорошей отправной точкой поработать в шорт-приоритете потому что в ближайшее время уже у нас будет заседание фрс по поводу монетарной политики и там они дадут нам вектор в котором будут двигаться в ближайшее время планируют они более жесткое ужесточение чем ожидает рынок рынок ожидает 25 базисных пунктов или нет если да то американский доллар снова ну пойдет как минимум на коррекцию вверх в это время австралиец новозеландец они достаточно серьезно попрутся вниз по новозеландскому доллару здесь плюс-минус аналогичная картина мы видим что х и еще не обновили открытый интерес не растет мы видим что много покупают по рынку объема больше продают количество сделок и это создает дисбаланс это не нормально когда такая ситуация происходит и актив стоит в боковике поэтому в ближайшее время мы увидим что это все выльется в красивое импульсное трендовое движение по сот отчетам по австралийцу ничего интересного кроме того что хеджеры накопили 6000 контрактов шорт позиций и неподотчетные практически 6000 контрактов лонгов новозеландец здесь тоже такая себе динамика хеджеры накопили 5000 контрактов лонгов и 3000 контрактов то есть их на эта позиция не изменилась грубо говоря на 2000 контрактов и в свою очередь фонды закрывают по чуть-чуть лонговые позиции мы видим что сейчас актив в таком боковике но по чуть-чуть поднимается на том что американский доллар слабеет посмотрим что он будет делать когда американский доллар как минимум остановится либо ожидания рынка по поводу дальнейшей дальнейшей судьбы американского доллара изменится вот тогда будет интересно потому что по новозеландцу австралийцу нету внутренней силы вот канадский доллар по канадскому доллару в пятницу с утра мы с вами говорили о том что есть прекрасная область где алгоритмы накопили лонговую позицию почему я считаю что это точнее алгоритмы создали возможность для трейдеров накопить лонговую позицию в то время когда австралийцы новозеландец падали на со своих максимумов вот тут канадский доллар практически стоял и арбитражные алгоритмы которые как раз занимаются статистическим арбитражом они понимают что корреляция между австралийцем новозеландцем и канадцем достаточно высокая соответственно есть смысл выставлять там какие-то лимитки на продажу по канадскому доллару потому что с большей вероятностью он тоже вместе с своими напарниками пойдет вниз и это создало такую возможность что кто-то много купил достаточно узком диапазоне в ценовом диапазоне посмотрите на эту дельту здесь небольшая дивергенция кумулятивных дельт произошла мы с вами обозначили область на дневном таймфрейме что при закреплении цены выше этой области можно заходить поспекулировать в лонг так как тот кто это сделал он явно рассчитывает на яркое движение вверх и вот это яркое движение как раз и произошло ближе к закрытию торгового дня я считаю что дальнейшего развития этой ситуации не будет то есть возможно цена пойдет вверх возможно не пойдет но я точно понимаю что тот кто накапливал крупную позицию он ее и будет забрасывать соответственно он будет стопорить цену дальнейшего яркого продвижения вверх если не будет каких-то супер важных новостей поэтому есть смысл либо частично закрыть позицию либо стоп перенести в безубыток и рассчитывать на то что импульсное вот это движение оно продолжится с обновлением локального максимума но здесь достаточно серьезное сопротивление где у нас и фонды и хеджеры накапливали шортовые позиции ранее давайте посмотрим сот отчеты они нам указывают на то что фонды не активничают а в принципе никто не активничает кроме неподотчетных трейдеров которые накопили чуть-чуть шорт позиции вот и все но это не будет движущейся силой пока что у них нету такого яркого перекоса чтобы за ним охотиться потому что когда здесь будет там в три раза больше шорта чем ланга тогда с большей вероятностью крупные участники будут двигать цену постепенно вверх для того чтобы как раз эти позиции и отобрать по более интересным для себя ценам британский фунт на этой неделе будут данные индексы потребительских деловой активности индекс деловой активности будет выходить также ожидается рост и в целом по британии германия еврозона сша ожидается что деловая активность будет по чуть-чуть расти то что уже но прошли посмотрим то что рынок ожидает это уже закладывается в цену то есть позитив закладывается в цену и этот позитив может выливаться как раз восходящее движение я считаю что по британцу в скором времени мы увидим пробой локального максимума там можно будет фиксировать лонг позиция которых мы с вами говорили вблизи уровня объема и соточеты нам указывают на то что фонды по-прежнему накапливают лонг позицию да а хеджеры постепенно закрывают и ланге и шорты них здоровенная позиция была накоплена сильно раньше не подотчетные трейдеры особо не активничают но и даже здесь мы видим что шортов чуть побольше и фонды в свою очередь могут попытаться двинуть цену вверх для того чтобы эти шорт позиции вы трусить из рынка поэтому по британцу здесь все сохраняется прежним то есть пока движение вверх более приоритетно японская иена по японской иене соточеты указывают на то что фонды внезапно начали покупать снова до хеджеры начали уже сбрасывать ну и точнее накапливать шортовую позицию это пересекается с моей торговой идеей по поводу шорта японской иены и ланга британского фунта они то не особо сильно стараются разойтись потому что британец принципе держится в районе локального максимума да и японская иена по чуть снижается как такого яркого расхождения еще не произошло но вот этот тест это как раз было была хорошая возможность для того чтобы взять еще одну маленькую позицию к сожалению дальнейшего движения вверх не произошло и дальнейшего расхождения этих пар не произошло но спорных сейчас как раз и поговорим давайте посмотрим сот отчеты по японской иене включится не включится не окей пускай подгрузится это мы тоже посмотрим не окей ну по японской иене идея следующая что за последнее время достаточно ярко выросли будет фиксация этих позиций учитывая то что еще новый год там начался везде в азии поэтому с большей вероятностью мы либо увидим боковое движение учитывая то что облигации в последнее время не так ярко растут либо нисходящую историю но направленную торговую идею по японской иене формировать не буду там либо что-то торговать такое только разве что внутри дня а вот в спредах с британском с британским фунтом буду стараться дождаться той точки с которой захочется купить этот спред то есть британец купить японскую иену продать крипто что bitcoin что эфириум пошли сильно выше сильно выше уровней вот этих уровней где как раз и была скоплена серьезная шортовая стоп ликвидность и на ликвидациях этих шортов цены вытолкали повыше много негативного информационного фона по поводу банкротства genesis это крупнейший кредитор на на рынке по поводу банкротства еще одной крипто бирже ну короче фон максимально негативный bitcoin на дно и все такое но на самом деле мы с вами разбирали факторы которые влияют на цену криптовалют это у нас деловая активность это у нас толерантность к риску которую мы смотрим на фондовом рынке когда акции малой и средней капитализации растут чуть быстрее чем широкий рынок это означает что толерантность к риску присутствует и чаще всего в таких ситуациях крипто растет еще быстрее компании мелкой капитализации за счет своей низкой ликвидности сейчас практически все фонды уже владеют имеют локацию в крипте в той или иной мере это не всегда может быть банальная покупка там биткоина либо фьючерс на биткоин это может быть компания типа микростратеджи которая по сути является как бы и спотовым етфом на биткоин и фонд грейскейл и компании которые занимаются майнингом и coinbase акции компании coinbase которая как бы провайдер ликвидности на этом рынке вот поэтому в основном институты как раз покупают более стабильные какие-то надежные инструменты типа акций но это тем или иным способом влияет на рынок криптовалют на настроение инвесторов и на приток капитала в этот рынок если мы посмотрим сот отчеты на биткоин там вы увидите в сот индексе что как раз произошло расхождение на 0 100 за последнее время вот последняя неделя как раз у нас у фондов серьезная шортовая позиция у хеджеров серьезная лонговая позиция и чаще всего это приводит к тому что цена корректируется что в это время формируется локальный максимум в момент схождения этих показателей в нейтральную область то есть когда эти два показателя скорее всего на следующей неделе сойдутся в нейтральную область это и создаст для нас хорошую возможность для того чтобы и зафиксировать прибыль по лонгам и присмотреться к шорт позициям я надеюсь что это произойдет вблизи уровня объема это будет спекулятивный шорт не среднесрочная позиция так как практически все пазлы уже сошлись в пользу того что криптовая локация будет накапливаться единственный пазл который до конца не сошелся это денежные агрегаты там агрегаты м1 м2 во всем мире еще не все страны выпустили данные что там у них по остаткам на декабрь и если этот показатель не падал то это уже позитив для рынка криптовалют если он еще и рос это прям супер позитив в этом году будет халвин лайткоина поэтому а в следующем биткоина я считаю что таких инфоповодов будет достаточно в ближайшее время для того чтобы внимание на криптовалюты обращалась а когда обращается внимание со стороны ритейла то и маркет покупки двигает цену дальше вверх так по поводу золото приостановилась это хорошая но я уже не раз говорил что это хорошая возможность для того чтобы взять золото в шорт а серебро в лонг и у нас появлялись и в четверг если не ошибаюсь хорошая точка спреда появилась в момент когда золото было вблизи локального максимума а серебро как раз обновляла свой локальный минимум здесь красивенные щифки были я уверен что такие ситуации еще будут появляться и чаще всего происходит так что золото стоит себе в боковике а серебро по чуть-чуть пододвигается к этому инструменту поэтому на такой же сценарий я и рассчитываю по золоту боковик нефть хочу отметить то что резко разошлись позиции и настроение у фондов и хеджеров да здесь есть смысл как раз обозначить область выше которой будет смысл рассматривать long позиции для для этого нам необходимо за последних пять дней посмотреть вот за вот этот промежуток времени где больше всего объема была наторговано чаще всего больше всего объема как раз на торговывается там где дольше всего цена находилась и вот ну здесь не совсем так здесь больше всего объема как раз было накоплено вот тут пока мы находимся выше этой области есть смысл рассматривать лонг приоритета в принципе в принципе как я и говорил что бесплатный put опцион от сша он будет работать поэтому чем ближе мы опускаемся к 70 тем выше вероятность что кто-то начнет покупать и вот эти все потолки и цен на нефть и так дальше они уйдут когда китай в полной мере откроется когда спрос на нефть вырастет в несколько раз ну прям в несколько нет но в полтора разика когда вырастет вот тогда нефть и взорвется но пока есть смысл спекулировать в этом диапазоне short позиции я не рекомендую а вот ланге открывать с достаточно далекими стопами есть смысл лучше по чуть-чуть собирать с небольшим риском с расчетом на то что будет хорошее импульсное движение вверх медь тоже взорвалась мы видим что фонды агрессивно накапливают лонговую позицию прям на хаях и с одной стороны да когда покупают в максимум то но это же не совсем разумно правильно покупать в максимум лучше покупать на коррекциях но когда если они знают что китай действительно сейчас будет открываться в полной мере запускаться свои производства запускать то это прям горячка нужно сейчас уже покупать потому что если будет коррекция купим больше если не будет то цена просто будет улетать все выше и выше и кто-то свою локацию не получит газ в прошлый раз просили посмотреть газ и здесь у нас мы видим что у позиции в позиции хеджеров и фондов по сот отчету у нас разошлись на 0100 они практически все время там находятся в этом диапазоне и каждый раз когда они сходятся в нейтральную область у нас начинается яркое движение вниз здесь я рассчитываю на то что в ближайшее время у нас будет реализация предложение потому что очень много людей засела в лангах по газу это данные с нескольких бирж и у них прям каждый третий сидит в крупном ланге по газу причем чаще всего же покупают усредняют 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 и вот рано или поздно будет выход этот этих ребят из рынка мы это увидим по кумулятивной дельте то есть мы увидим что много продают на локальном минимуме и и цена закрепляется выше этого объема то есть если даже на этой неделе на торгуют под уровнем объема большой сел объем то для меня это будет хорошей возможностью прокатиться в лонг дальше я буду дожидаться момента когда сот отчеты сойдутся в нейтральную область и это будет отличной возможностью для того чтобы еще чуть-чуть поработать в шорт направлении так серебро мы разобрали здесь есть смысл просто покупать вместе с шортом по золоту фондовые индексы приближаются снова к снп приближается снова к этой наклонной линии дивергенция сохраняется кумулятивных дельт интересная ситуация в соточете то что фонды начали покупать я понимаю что их позиция лонговая и шортовая плюс-минус одинаковые но до этого они просто постепенно либо сокращали свои лонги либо даже накапливали больше шорт позиции мы это видим по нет оппозиции но вот за последнюю неделю они накопили лонговую позицию и таким образом они рассчитывают на то что все-таки пробой состоится через неделю у нас будет заседание фрс и соответственно рынки готовятся к этому рынке готовятся к тому что павел скажет ребята инфляция падает деловая активность растет рынок труда достаточно силен наверное ну так агрессивно мы уже поднимать не будем пока поддерживаем на текущем уровне это будет огромным позитивом для фондового рынка соответственно участники готовятся к этому готовятся к тому что уровень наклонной будет пробит так поджимают прям красиво много продают объема но больше объема по количеству больше как раз большое количество сделок на покупку это дисбаланс вблизи уровня объема и чаще всего это выливается в неординарное движение и поэтому я рассчитываю на то что в ближайшее время мы увидим пробой этой области и дальнейший заход к уровням объема посмотрим сезон отчетности как раз многие объявляют о байбеках некоторые компании за прошлый год ничего не купили хотя программы были объявлены 100 миллионов 200 миллионов 300 миллионов они ничего не купили за предыдущий год и соответственно сейчас по ходу движения цены они будут это и покупать тем самым разгонять цену повыше в нас таки аналогичная картина но здесь фонды как мы видим по чуть-чуть уходят все больше в шертовую область у них в целом сейчас минус 18 ну грубо говоря минус 19 тысяч контрактов в позициях они ее не сокращают и таким образом как раз на ликвидациях этих позиций мы можем увидеть яркое движение вверх прям собрать стоповую ликвидность вблизи отметки 12 600 так давайте посмотрим по спредом рассел здесь пока ничего интересного спреда золото серебро разобрали нефть мазут пока ничего интересного но я уверен что в ближайшее время будут хорошее расхождение за счет того что ожидания рынка такие разношерстные снп против рассела рассел по-прежнему выше соответственно толерантность к риску на рынке присутствует крипта будет двигаться еще евро против швейцарского франка как мы видим расхождение продолжать евро двигается чуть повыше франк пока не догоняет но в ближайшее время будет смысл заходить на сближение мы видим что сейчас как раз одно стандартное отклонение по этим инструментом и либо в моменте по швейцарцу появится хороший лонг сигнал либо будет два стандартных отклонений можно будет заходить на схождение по этим инструментом так британец против японской иены здесь вот нужно дождаться чуть большего расхождения потому что они практически сошлись через несколько дней после первой точки входа дали вторую точку входа опять же не было после этой точки дальнейшего расхождения своих стратегиях рассматриваю что актив еще некоторое время будет двигаться против меня поэтому чтобы минимизировать риск и получить более выгодную среднюю цену я разбиваю изначально свой вход на несколько даже если первый зайдет и цена 1 зашел цена сразу сошлась будет неплохая прибыль но не такая как если будет там три добора тогда объем будет значительно больше соотношение риск прибыли будет сильно лучше а риск при этом остается по-прежнему все тот же так и австралия австралиец против новозеландца здесь тоже пока ничего интересного так пятницу мы проанализируем отчеты компании которые как раз выйдут там уже технологический сектор начнет отчитываться будет интересно посмотреть сколько сотрудников они уволили как так получается что рынок труда очень силен все технологические компании увольняют там по 20-30 процентов сотрудников ну не все но большинство и в целом очень интересные штуки со статистикой в сша по поводу рынка труда он вроде бы как силен новые вакансии есть но зачем тогда огромные штаты распускают и целое подразделение закрывают вот поэтому присоединяйтесь в пятницу будет интересно поставьте лайк этому видео если узнали для себя что-то новое хорошие вам продуктивной торговой недели помните что китай сейчас отдыхает будет будут яркие волатильные деньки поэтому до встречи в пятницу всем профита